Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы с вами сегодня поговорить о пенсионном законопроекте. И вот накануне наш президент Владимир Путин сказал, что ему не нравится эта пенсионная реформа. Вот как вы считаете, вообще, почему он делает такое заявление и может ли оно как-то повлиять на процесс принятия реформы? Вы знаете, ну, ожидали, насколько я понимаю, от Путина заявление достаточно давно. Но, в принципе, ожидаемо оно было где-то, наверное, к осени. И мы знаем, что там должно быть второе чтение вот этого законопроекта, который в первом чтении уже принят. И, соответственно, вот именно к осени ожидали вот этого заявления. Оно случилось гораздо раньше, когда, собственно, подводили итоги работы на чемпионате мира по футболу, к которому мы только-только отошли. Значит, ну, вы знаете, я встретил совершенно разную интерпретацию в тех же средствах массовой информации. Я думаю, что вы это тоже заметили. Значит, вот слов президента. Действительно, у него достаточно такой двойственный контекст. С одной стороны, значит, он сказал, что ему не нравится ни один из вариантов проводимой реформы. А с другой стороны, значит, он говорит о том, что реформа просто необходима. И, значит, для того, чтобы эту реформу проводить, надо, значит, сейчас развернуть широкие дискуссии. Поэтому вот такое, с одной стороны, двойственное заявление. Но, с другой стороны, это, наверное, скажем, сигнал для общественности, сигнал для, значит, политической элиты о том, что нужно договариваться, нужны новые идеи. И эти идеи могут быть рассмотрены и приняты уже вот при втором обсуждении, втором чтении вот этого вот законопроекта. Поэтому, когда трактуют однозначно это заявление, говоря о том, что Путин выступил против реформы, я бы так не говорил. Мне кажется, что реформа в целом он поддерживает. У него в выступлении был целый ряд аргументов. Ну, действительно, если на, значит, шесть человек, которые работают, приходится пять пенсионеров, то, соответственно, работающим приходится очень тяжело, да, потому что приходится делать выплаты. И, соответственно, на эти выплаты уже содержать, значит, с точки зрения пенсии вот тех, кто сегодня на этой пенсии находится. Поэтому, я думаю, что дискуссии будут, наверное, достаточно большие, вопрос животрепещущий, вопрос, ну, скажем так, неприятный для многих социальных групп. И я думаю, что если мы его действительно будем обсуждать всем обществом, то, соответственно, здесь будет найдено какое-то консолидированное решение. Вот, как раз таки говоря о политической элите, как вы оцениваете ее поведение? Некоторые депутаты, парламентарии выступают публично против, кто-то ее вообще старается не комментировать, вот, кто-то поддерживает эту реформу. Какая все-таки вот модель поведения больше сыграет на руку? Вы знаете, ну, действительно, наверное, есть несколько типов действий, да, которые демонстрирует политическая элита. Есть люди, которые, значит, постоянно выступают и говорят, в общем-то, только позитивные вещи о том, значит, моменте, который, ну, собственно, вот тут очень важный момент, да, значит, называемый в основном это реформами, вот. Но, на мой взгляд, реформа как таковая не проведена, вот, посмотрите, официальная точка зрения, пенсионный маневр, да, вот, вот так вот говорят, да. Или пенсионные изменения, да, то есть слово реформа не договаривает, потому что что такое реформа? Реформа это все-таки системные изменения. И вот если мы послушаем, как бы, специалистов, да, то увидим, что они, в общем-то, сходятся на том, что последняя реформа, которая была проведена в рамках, да, пенсионного, там, законодательства, это был 2002 год. А вот уже 2015 год, да, основная масса специалистов говорит, что это пенсионные изменения, вот, это, ну, введение вот этой бальной системы, я думаю, которую вы знаете, слышали, да, и так далее. Поэтому сейчас вопрос непростой, мы видим, что единства в элите тоже не существует, да, у нас есть оппозиционные фракции этой элиты, да, мы видели, что три из четырех парламентских партий спокойно проголосовали против, вот, поэтому, наверное, все-таки утрируют, когда говорят, что у нас это одна доминирующая партия и так далее. Ну, вот остальным трем это не помешало, против проголосовать, да, высказать публично свою, значит, позицию, да, то есть эта позиция звучит по средствам массовой информации различной. Поэтому мне кажется, что здесь пока процесс принятия решений здесь сложно. Значит, элита, наверное, разделена на три основные группы. Первая группа поддерживает эту реформу, вторая, я бы назвал это даже не элитой, а контр-элитой, да, безусловно, против. Ну, возьмите тех же классических коммунистов, которые говорят, что вот как установили несколько десятилетий назад, значит, возраст, да, соответственно, 55 и 60 лет, так он и должен остаться, да, таковым. Вот, ну и третья часть, мне кажется, наиболее разумна, тех людей, которые рассуждают, пытаются, значит, здесь ввести какие-то свои замечания, предложения. Ну, вот тот же депутат Государственной Думы Фарахов, который, значит, достаточно много об этом говорит, но у него есть конкретные предложения, он занимал конкретные посты, как мы знаем, здесь в Татарстане, потом, перейдя на работу в федеральный центр, потом уже став депутатом Госдумы. И вот, соответственно, Фарахов знает многие из тех процессов, которые идут изнутри, поэтому у него есть реальные предложения, как модифицировать вот этот пенсионный маневр. Вот, ну, могу добавить от себя, что, вот, на мой взгляд, если мы все-таки сможем провести системную реформу, вот, то, наверное, тогда общество будет от этого лучше, общество должно почувствовать выгоду. А пока, вот, из того, что говорит правительство, предлагает нам, да, вот в первом чтении мы это видели, вот, далеко не все группы чувствуют, что для них будет какая-то выгода. Многие чувствуют большую опасность. Ну, надо знать ментальность наших людей, и она, в общем-то, состоит в том, что если государство что-то публично гарантировало, оно не должно от этого отказываться. Мы государственники все. Вот, и если нам в свое время пообещали вот эти цифры, да, 55 и 60, то, соответственно, мы от них тоже не должны отходить. На самом деле, давайте, если в более широком контексте посмотрим, то увидим, что, значит, все страны, в общем-то, ушли, да, от того, чтобы блокировать вот эти вот цифры, да, связанные с выходом на пенсию. Вот, очень многие страны провели реформы. Мне кажется, что, наверное, не всегда корректно сравнивать с, там, западными странами и так далее. Слишком различные ментальности, слишком различные условия, в которых мы разбиваемся, но посмотрите постсоветские государства. Из всех постсоветских государств, в общем-то, с традиционной пенсионной системы осталось две страны. Это Российская Федерация и Узбекистан. Поэтому, я думаю, что и Российской Федерации, и нашим коллегам, друзьям из Узбекистана придется тоже переходить вот этот вот рубиком определенный, да, и решать эту проблему. Другое дело, что, ну, давайте посмотрим вот на слова президента, да, в общем-то, под этим сейчас могут, наверное, подписаться очень многие, да, что «мне ни один из вариантов реформы не нравится», говорит президент, да. Значит, соответственно, нужно предлагать, и президент предлагает дискуссии, и я думаю, что эти дискуссии сейчас будут в обществе нарастать, и нарастать, конечно, к осени, ко второму чтению. Может, предназначение не хватает информационной поддержки какой-то, сопровождение? Вы знаете, я думаю, что это тоже одна из проблем, потому что сначала объявили о тех мерах, да, то, что вот правительство называет корректировкой, маневром и так далее, да, а потом уже стали говорить, в чем их суть. Вот, на мой взгляд, нужно объяснять азы вообще пенсионной системы, которая сложилась в России, да, чем она отличается от, значит, тех пенсионных систем, которые есть в различных зарубежных странах, да. Вот, что нам вообще грозит, да, страшен ли этот сам переход, да, на какие-то другие цифры и так далее. Вот, здесь велика роль, безусловно, средств массовой информации, без них просто никто ничего сделать не сможет, но мне кажется, что еще и велика просветительская роль. А вот на этой просветительской роли должны выступать и члены правительства, и, мне кажется, различные ученые, вот я могу судить, наверное, с политической точки зрения, с точки зрения, значит, есть или нет конфликт, а ряд ученых, которые непосредственно занимаются этой проблематикой, должны, наверное, рассказывать социально-экономические аспекты, только в том плане, чтобы каждый человек это понимал. Ну, например, знает ли каждый наш гражданин, является ли наша пенсионная система солидаристской, вот, вот термин, наверное, слышали, да, а что под ним стоит, очень многие не догадываются. Опять же, традиционная наша ментальность, да, мой работодатель откладывает за меня какие-то деньги, ну, естественно, по моему велению, да, вот, значит, по законодательству это просто положено, да, следовательно, я имею какую-то сумму, вот, на моем счету, и как я достигну пенсионного возраста, я буду пользоваться этой суммой, да, вот, на самом деле, это ведь в корне неправильно, вот, но это наша ментальность предполагает. Солидаристская система, она говорит о том, что сегодня те поколения, которые работают, они отдают свои деньги тем поколениям, которые уже находятся на пенсии. Ну, если это огрублять, да, можно сказать, что дети отдают деньги своим родителям. Потом, соответственно, положение меняется, и уже это поколение, которое сегодня является детским, да, условно очень, да, ну, работает, значит, оно переходит в разряд пенсионного поколения, и его кормит, опять же, огрубляя немножечко, да, именно поколение, которое будет следующим, то есть поколение детей, да, вот она солидаристская система. Поэтому надо обсуждать, нам нужна такая пенсионная система, да, может быть, эту систему изменить, если мы решили уже изменить параметры возраста, да. Вот это те вещи, которые, наверное, надо очень глубоко обсуждать и думать, какой вариант из пенсии подойдет. На сайте пенсионного фонда есть общедоступный калькулятор. Почитай себе пенсию, да, практически никто не пользуется, считают на нем профессиональные экономисты, да. Ну, профессиональные экономисты, там, доктора наук и так далее, так сосчитают для себя, да, размеры пенсии и прочее, да. А нужно сделать таким образом, чтобы это было доступно каждому человеку. И каждый человек понимал, да, для чего нужна вот эта пенсионная реформа. Вот если мы будем говорить узко про возраст, я думаю, что понимание не будет достигнуто, поэтому надо, наверное, расширять параметры вот того, что мы называем нынешними изменениями. Ну, вот вы как политолог можете сказать, если конфликт, вот вообще, по-вашему, поддерживает или не поддерживает население эту реформу, и сможет ли правительство при данной поддержке принять этот законопроект? Вы знаете, ну, мы видели, что пока запас прочности есть, да, и в первом, значит, при первом обсуждении, собственно, вот этот вот законопроект был принят, да. Но что касается, значит, скажем, поддержки, да, поддержка вот этих вот маневров правительственных, да, минимальная. Об этом свидетельствуют данные опросов. Посмотрите, все ведущие социологические службы России, да, это и Фонд общественное мнение, и Левада центр, да, и, соответственно, ВЦООМ, но у нас просто других нет, да. Вот, они все говорят однозначно, что где-то 80-90 процентов выступают против повышения пенсионного возраста. Это как раз говорит о том, что плохо объяснили, не подали, да, населению, соответственно, то, для чего, да, проводится вот этот, собственно, маневр, да, и для чего вообще осуществляются эти действия, да. Вот, ну, пытался это объяснить президент, он, в общем-то, несколько доктов привел, вот мы их тоже знаем. Они действительно говорят о том, что, значит, достаточно небольшое количество у нас работающих, и эти работающие просто не могут прокормить уже тот контингент, который сегодня находится на пенсии. Но вот одну цифру назову только, да, 46 миллионов наших сограждан находятся на пенсии, да. Пенсии, значит, где-то, значит, разновидности, по-моему, до 86, да, как называют вот узкие специалисты, там, по пенсионному фонду и так далее, да. Различных пенсий. Часть наших сограждан уходит досрочно на пенсию, да, таких где-то порядка 30 процентов. Вот представьте себе, да, это огромный контингент, большие людские массы, и мы можем говорить, что этот вопрос, значит, маневра или вопрос реформы, он будет затрагивать каждого человека, да, независимо от его возраста, независимо от его социального статуса и тому подобные вещи. А каково ваше личное отношение к этой большей инновационной возрасте? Ну, вы знаете, достаточно сложно. С одной стороны, я вот житель города, и города, наверное, значит, не самого плохого, потому что у нас миллионник, постоянно развивающийся. Вот мы, даже посмотрев в окна, можем видеть различные площадки, да, с помощью, сформированные, да, с помощью различных мероприятий, да, и так далее. То есть у нас достаточно развитая инфраструктура, у нас полифункциональный город, да, и таковых в России достаточно много. Если мы возьмем, вообще, мегаполисы, Москва, Санкт-Петербург, то здесь я вижу, что все-таки люди, которые доходят до пенсионного возраста, имеют определенные альтернативы. Вот, они могут и найти работу, хотя не всегда это, да, удается. Они, соответственно, могут себе позволить лучшее медицинское обеспечение и так далее. И совершенно другое положение, вот, я могу об этом судить, там, по данным, например, статистике, значит, в сельской местности. Вот здесь очень сложно, да, проведение таких вот маневров, потому что, ну, давайте представим, да, что возраст повысили, да. Что, значит, нужно создать новые рабочие места, да. Будут ли создавать эти рабочие места на уровне районов? Есть ли такие возможности? Да, наверное, должны, должны создавать производство, но пока это только благие намерения, да. Вот, скорее всего, нужно создать эти рабочие места и после этого уже, соответственно, проводить вот эти вот маневры. Вот, ну, кроме того, есть масса даже медицинских показаний, да, когда люди, занятые, например, тяжелым трудом, вот, они где-то в 50, значит, лет и после вот в этот период, да, просто уже не могут выполнять свои функциональные обязанности. Поэтому, с точки зрения того, что я являюсь, скажем, профессором вуза, мне представляется, что, значит, вот это изменение, да, границ пенсионного возраста, оно не очень страшное, да. И мне кажется, что оно вот не отразится, например, на преподавателях, скажем, да, на большей части учителей, вот, потому что есть учителя тоже, которые выходят в отпуск досрочно. Вот такие вот вещи. То есть, в этом плане я не вижу для, скажем, вот, городских, например, очень многих жителей, да, каких-то больших проблем. Но есть тяжелые виды труда, есть сельская местность, где эти проблемы будут совершенно по-другому преломляться, и мне кажется, здесь должны быть совершенно другие решения. Вот, но все-таки нет таких стран, да, где бы возраст различался, скажем, сельской местности один, там, да, в городской другой. Значит, мы должны улучшать условия труда, мы должны улучшать медицинское обслуживание, надо, чтобы оно было в равной степени доступно и сельским, и городским жителям. Но давайте взглянем правде в глаза, да, и скажем, что, конечно, у нас медицинское обслуживание в городах гораздо лучше, вот, и люди, например, из сельской местности едут сюда лечиться, да. Вот, тем более, это касается возрастов, ну, так условно, скажем, старше 50 лет. Вот, следовательно, нужна сначала выстроенная инфраструктура, нужны различные геронтологические службы, вот, которые бы наблюдали, да, за этими процессами. Нужна другая медицина, которая бы помогала, да, нужны, наверное, другие лекарства, которые поддержали жизнеспособность людей уже вот после этого возраста, ну, условно, я говорю, да, 50 лет, да. И, соответственно, тогда эти группы людей смогут, значит, себя проявлять, я думаю, что работать уже вот после обозначенных сегодня не раз, да, нами цифр, и, значит, наверное, многие будут это делать достаточно успешно. Но есть еще такое развлечение между мужчинами и женщинами по, значит, ряду показателей у женщин, да, значит, вот возрастная проблема немножко по-другому оценивается, чем у мужчин. Она, значит, связана с тем, что если сейчас, вот, как предлагает правительство изменить эти цифры, то, значит, где-то в 4 раза увеличится количество людей, занятых среди женщин. А у мужчин это где-то по подсчетам экономистов в 1,5-2 раза. Ну, это говорит, что к этому возрасту мужчины перестают быть дееспособными, к сожалению, многие больны, многие умирают, многие страдают от социальных заболеваний, наверное, это тоже утаивать нельзя, да, мы все это знаем, ну, тот же, например, пьянство, алкоголизм, наркомания, да, вот, к сожалению, это больше присуще, значит, мужчинам, да, вот. Поэтому мне представляется, что вот эти все факторы надо рассматривать, и, значит, если уж мы делаем серьезную реформу, то, соответственно, они все должны учитываться. Вот, поскольку этого нигде прилюдно, неоднородно, то, соответственно, и возникает правительство вопрос. Если они возникли у президента, то мне кажется, что они всегда возникнут в любой общественной организации, которая защищает интересы людей, в политических партиях, вот, ну и просто в наших согражданах, у любого конкретного человека. То есть, по-вашему, чтобы изменить отношение населения к данному законопроекту, нужно наладить информирование? Мне представляется, что это одна из ключевых, значит, идей, вот, информирования, но, наверное, она не самая главная, она все-таки вторичная. Самое главное, это, чтобы из маневра сделать реформу, и, соответственно, вот все, что окружает эту реформу, например, создание новых рабочих мест, да, вот это надо создать, и это людям надо показать и проинформировать их об этом, да. Далее, например, улучшение медицинского обслуживания, как оно будет происходить, да, вот, какие средства будут на это медицинское, значит, обслуживание, да, отпущено и так далее. Как будет изменяться медицинское обслуживание, например, в сельской местности и малых городах, где оно сегодня не всегда является качественным, да, я про все случаи говорить не буду, но мы все понимаем, что, например, какие-то серьезные операции люди едут делать, конечно, в больших городах, да, вот, это, прежде всего, мегаполисы, миллионные города, да, вот, ну, небольшая часть населения может позволить себе уехать, там, за границу и так далее, да, вот, но что делать в основной массе людей, да, вот, поэтому, на мой взгляд, главное, это перевести те действия правительства, которые сегодня происходят, да, в систематическую реформу, далее развить, соответственно, те социальные сферы, которые с этой реформой непосредственно совпадают, и уже после этого, да, грамотно информировать людей о тех действиях, которые предпринимает, прежде всего, власти, правительство, да, и, соответственно, ну, делать какие-то просветительские программы, да, и эти программы должны занимать, ну, просто прайм-тайм, вот, мне кажется, на телевизионных каналах, потому что, ну, мы знаем, что у нас молодежь в основном в интернете, да, а люди, которые, скажем так, среднего возраста, постарше, они, безусловно, многие сейчас тоже пользуются интернетом, вот, но все-таки по традиции, значит, большая часть, да, отдает пока, значит, приоритет телевидению, да, почему бы это не использовать, да, старшее поколение читает газеты, опять же, почему это не использовать, да, вот, мне кажется, что здесь вот эти вот формы, они все возможны, поэтому, да, безусловно, мы должны формировать общественное мнение, вот, сошлись только на один пример, когда в 2002 году, это наша страна, это Российская Федерация, да, мне кажется, это удачный пример, была проведена пенсионная реформа, действительно, да, на многие вещи повлиявшая, то где-то порядка четырех лет при президенте Российской Федерации существовал специальный совет, который собирался и обсуждал, а как идет реализация данной реформы, вот это очень важная вещь, да, не просто приняли, да, какой-то законопроект, он стал законом, да, его стали проводить в жизни, вот, а, соответственно, как идет реализация, да, какие сложности возникают, как можно нивелировать эти сложности, да, какие надо изменения внести уже в действующее, да, законодательство, вот, вот все эти вещи, если применять, мне кажется, что от реформы может получиться что-то дельное, пока мы видим достаточно такой узкий вариант. Как известно, правительство разрабатывает какую-то квалификационную программу, чтобы обеспечить людей предпенсионного возраста работы, вроде как именно это вот социальная группа переживает по поводу, то, что они не смогут найти работу, что пододатели, вот, ну, не стремятся взять работу. Вы знаете, да, ну, это, вот, наверное, реальность наша, да, вот, я сейчас слежу за различными обсуждениями и так далее, люди сталкиваются с тем, что их плохо приглашают на какую-то новую работу, начиная с сорока лет, даже не с пятидесяти, даже не с шестидесяти, да, а когда говорим мы о более старших возрастах, то мы должны говорить о реальности, да, вот, попробуйте прийти в службу занятости где-нибудь, да, и попросить вакансию для человека, который старше сорока лет, да, как правило, их не будет, да, все будут искать человека двадцати-тридцати лет, желательно с хорошим, там, образованием, с опытом работы и прочие-прочие моменты, да, вот, это замечательно, но мы видим, что у нас, скажем, вот, структура населения, она не такая, да, у нас очень много пенсионеров, это, в принципе, неплохо, это говорит о том, что увеличивается продолжительность жизни, да, вот, о том, что постепенно, да, со всеми сложностями растет качество, там, медицинского обслуживания, да, что власти делают, в общем-то, достаточно много и федеральные, и региональные, вот, но мы должны здесь, вот, скажем, опять вот это вот думать, вот эти законопроекты, да, вот их нужно обсуждать публично, вот, тем более к этому призвал президент, я так понял, основной рефрен выступления президента, это дискутируйте, обсуждайте эту реформу, да, ну, соответственно, значит, правительство должно представить этот законопроект, да, как это будет, вот, ну, и давайте подумаем, значит, есть различные точки зрения, в том числе профессиональных экономистов, допустим, если мы установим даже норму такую законодательную, например, в законе будет прописано, что нельзя, значит, работодателям увольнять людей, которым старше 50 лет, будут у нас это соблюдать или нет, вот, нужны механизмы, да, не только законы, да, вот, но механизмы, соответственно, того, как это будет, значит, делаться в реальной жизни, почему, потому что, ну, если устанавливаем планку, например, 50 лет, да, то всех будут 49 увольнять, а мы понимаем, что, в общем, 49 это еще достаточно работоспособный возраст, да, если, соответственно, установим планочку 55 лет, да, то будут увольнять 54, да, и тем самым законодательство не нарушая, да, вот, поэтому нужно вот этих вот моментов избежать, и мне кажется, здесь нужна публичность, ответственность и достаточно широкие, действительно, дискуссия, чтобы учесть массу мнений, которые существуют, ну, вот, у медиков есть свое мнение, да, они говорят, что женщины должны раньше выходить, потому что это связано с фактором рождения детей, это очень важный фактор, из того, что я видел пока по правительственным предложениям, в общем-то, это и в средства массовой информации постоянно попадает, значит, нужно уменьшить возраст, там предложения такие есть, женщины, которые имеют 3-4, в некоторых предложениях 5 детей, вот, ну, давайте посмотрим, у нас таких многодетных семей нет, вот, основная масса женщин, которые живет в городе, да, рожала одного-двух детей, вот, поэтому, соответственно, мы тогда говорим достаточно о небольшом количестве людей, да, вот, может быть, это количество увеличить, вот такие вот вещи есть, вот, поэтому здесь, наверное, дискуссия очень многих отраслей знания, здесь должны участвовать и социальные работники, и, безусловно, медики, и, безусловно, профсоюзы, которые отвечают за социальную поддержку, да, людей, прежде всего, наемных, да, работников, вот, и, наверное, если эта совокупность предложений будет рассмотрена, то мы улучшим и, значит, законопроект, ну, и саму реформу. А по вашему мнению, есть какие-то риски у этого проекта? Например, есть мнение, что рейтинг упадет у правительства в Министерстве? Вы знаете, вот это вот однозначно, да, риски, безусловно, есть, я бы даже назвал, что это уже не риски, а это проявление реальной действительности, посмотрите последние социологические опросы, да, рейтинги правительства падают, упал даже на несколько пунктов рейтинг президента, но я думаю, что рейтинг его достаточно устойчив, вот, он, значит, может упасть на несколько пунктов, но больше, наверное, падать не будет, вот, поскольку пока население не ассоциирует президента именно вот с этими, значит, реформами, с этим маневром правительства, тем более, вот, президент сказал, что у него здесь, значит, наверняка будут какие-то самостоятельные решения и так далее, вот, но по рейтингу правительства это, безусловно, бьет, если так дальше пойдет, то в негативном сценарии, да, наверное, президент может и поменять правительство, у него такое право есть, но пока мы видим, что президент поддерживает правительство, понимая сложность задач, которые стоят, и я думаю, что надо пытаться действовать, значит, с теми людьми, которые сегодня есть, которые эти реформы проводят, но ее надо корректировать, прямо по ходу, и я надеюсь, что по второму чтению ряд предложений, которые сегодня высказываются, вот, они будут учтены, ну, тем более, к этому, вот, значит, собственно, способствует этому выступлению недавнего президента. На мой взгляд, это определенная технология, которая, безусловно, могла быть применена, вот, я не знаю только одного, да, применялась ли она, или, соответственно, это действительно совпадение, вот это надо спрашивать у людей, находящихся у власти, членов федерального правительства и так далее, но мы знаем, вот, если вы наверняка тоже делали обзор средств массовой информации, на передаче у Познера, да, министр финансов силуя, он сказал, что это чистейшее совпадение, да, вот, но можно эту точку зрения принять за истину, да, вот, наверное, надо спросить других людей, ответственных за реформу, да, считают они, что эта технология была использована или, соответственно, ее нет. Но, вы знаете, мне кажется, что здесь надо, наверное, расширить, потому что, да, многие были увлечены чемпионатом мира, да, вот, но это ведь еще идет на фоне лета, лет, как мы сейчас видим, да, достаточно там жарко и так далее, да, то есть люди в этот период просто отдыхают, да, они не хотят решать каких-то больших политических, социальных проблем, да, это традиционный период, как для отдыха, как для политической элиты, вот мы знаем, что депутаты Госдумы будут в августе в отпуске все находиться, да, вот, точно так же и для, значит, людей, которые, ну, на себе будут испытывать, вот, последствия, да, этого маневра правительства, поэтому, значит, пока сохраняются очень большие надежды на то, что, соответственно, мы сможем договориться и учесть, если не все мнения, наверное, всего учесть невозможно, да, такой идеальный вариант, что учли каждое мнение, да, потому что наверняка одно предложение может противоречить другому, но основные, значит, скажем, предложения основных социальных групп, которые заинтересованы, вот, в достаточно плавном и стабильном проведении вот этих вот преобразований, если они будут учтены, то тогда, я думаю, что и второе учтение пройдет по-другому, и, соответственно, ну, кто-то не сможет пиариться и, значит, в общем-то, ну, наживать политические дивиденды на этом, да, потому что, ну, не секрет, что ряд людей, соответственно, очень хорошо сейчас, да, получает очки, вот, и, значит, правительство дало просто вот такую вот возможность, и эти очки просто получаются там, где что-то недодумано, что-то не проинформировано и так далее. Вот если это исправить, то мне кажется, что тогда находятся все в равном положении, но при этом нельзя отрицать, что, ну, например, фракции Государственной Думы, которые условно считаются оппозиционными, но это же партии, которые прошли Государственную Думу, за них голосовали миллион людей, если они уносят какие-то предложения, мне кажется, их надо рассматривать как рациональные и обсуждать каждое, в частности, вот предложения, например, о прогрессивной шкале налогов, да, ну, вот по поводу, скажем, тех очков, которые получает оппозиция, посмотрите, ну, а кто не смотрел ролик, например, Артема Прокофьева, да, вот, его же переслали всем, вот, опять определенная технология, да, соответственно, получают ли оппозиционные силы, да, какой-то, тогда, конечно, получают, вот, но мы должны признать, наверное, что очень большая доля правды, да, есть в этих высказываниях, ну, и коммунисты – это та партия, которая традиционно защищает, да, социальные достижения, социальные приоритеты, вот, а вот этот пенсионный возраст, он, собственно, и был одним из наших приоритетов. Андрей Георгиевич, спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности.